Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Все театры в Сибири побывали друг у друга. Мы поедем на Урал. Всероссийский театральный марафон теперь в Омске. Они очень любят музыку такую современную, авангардную. На русских сезонах в Кёльне выступил Игорь Бутман. В Москве прошел фестиваль детского танца Светлана. Символ года театра прибыл в Омск. Город принял эстафету у Всероссийского театрального марафона от команды Томского ТЮЗа. Как прошла торжественная церемония, расскажет Динара Шамец. Омский областной театр юных зрителей имени 20-летия Ленинского комсомола, он же Омский театр для детей и молодежи, приветствует Всероссийский театральный марафон. Бежим! Бежим! Марафонец должен быть в форме, решили артисты Омского ТЮЗа и сняли этот ролик. Зрителям такая спортивная реклама Всероссийского театрального марафона понравилась. Билеты на спектакли Томского театра раскупили за несколько дней. Последние метры из нескольких тысяч километров дистанции Всероссийского театрального марафона участники церемонии в Омске преодолели бегом и под аплодисменты публике. Про кочевую актёрскую долю спели омские тюзовцы. Вся жизнь бродячего артиста в пути. Впрочем, гастролям, которые подарил российским театрам Всероссийский марафон, актёрское сообщество только радо. Федеральное министерство дало возможность театрам за счёт федеральных средств выезжать, обмениваться. Вот даже этот марафон. Все театры в Сибири побывали друг у друга. Мы поедем на Урал, повезём в Екатеринбург и спектакли, и символ театрального марафона. Но это здорово. После видеопарада омских театров, их только государственных 10, директор Томского тюза Владимир Казаченко хотел уже передать символ театрального марафона министру культуры Омской области, но передумал. Статуэтку-путешественницу торжественно опустил на сцену. На счастье донеслось из зала. Импровизация всё же завершилась по сценарию. Омск эстафету принял. В Омском тюзе к встрече гостей готовиться начали ещё летом. Впервые за 50 лет отремонтирован зрительный зал. Это раритетные кресла с полвековой истории. Теперь они часть инсталляции главного художника тюзовцев об истории театра для детей и молодёжи. Вот здесь вот есть информация, что омский тюз проехал больше 200 тысяч километров. Это шесть раз вокруг земного шара. Я надеюсь, что это движение не остановится. Омский тюз привёз в Омск три постановки. В первый вечер представили гоголевскую женитьбу. Кометь, как в ретро-духе определён жанр, поставила петербургский режиссёр Екатерина Гороховская. Уже сегодня вечером статуэтки в виде греческого амфитеатра вновь предстоит дорога. Знак путешественник вместе с артистами знаменитой омской драмы отправится на Урал. Динара Шамин, Станислав Валюженч, Вячеслав Назаренко. Новости культуры. Омск. Русские сезоны в Германии продолжает квинтет Игоря Бутмана. Сегодня коллектив выступит в Берлине, а накануне концерт прошёл в Кёльне. Как немецкая публика принимает российский джаз, увидела Алия Шерифулина. Один из старейших городов Германии, Кёльн, часто называют столицей искусств. По числу картины галерей он занимает второе место в мире после Нью-Йорка. Здесь проходят крупнейшие музыкальные и театральные фестивали. Афиши культурных площадок расписаны на годы вперёд. Российских артистов в Кёльне всегда ждут с особым нетерпением. Билеты раскупают моментально. Здесь говорят, когда стало известно, что в Германии будут проходить русские сезоны, началось массовое паломничество в кассы. В прошлом году русские сезоны прошли в Италии и собрали более 6 миллионов зрителей со всего мира. В этом году Германии ожидается новый рекорд. Но дело даже не в цифрах, в масштабе. Фестиваль охватит 77 городов, где пройдут около 500 мероприятий. «Русские сезоны» — это своего рода энциклопедия русской культуры. В программе лучшие театральные постановки, концерты, кинопоказы, выставки, цирковые представления. Афишу составляли с учётом пожеланий взыскательной немецкой публики. Помимо тех коллективов, которые не нуждаются в рекламе, которые и так хорошо знакомы всем зрителям во всём мире, на примере Германии я могу сказать, что у нас практически 18 региональных коллективов участвуют в русских сезонах. Одно из пожеланий, чтобы джаза было больше. В Германии его обожают. Однако публика достаточно консервативна и чаще слушает американских исполнителей. Ведь именно США — родина джаза. В Германии действительно очень сложно открывать новые имена в джазе. К незнакомым исполнителям здесь относятся скептически. Джазменам не из Америки. Потребуется чуть больше времени и терпения, чтобы завоевать эту публику. Но хорошая музыка всегда найдёт путь. Особую миссию найти тот самый путь в сердце немецкой публики возложили на Игоря Бутмана. В рамках русских сезонов музыкант вместе со своим квинтетом даст концерты в четырёх городах Германии. Санкт-Ингверте, Миндене, Кёльне, Берлине. Они очень любят музыку современную, авангардную, с применением различных звуков, различных инструментов. Мы играем на инструментах достаточно стандартных. Но, зная эту тенденцию, мы стараемся сыграть более радикально, чем мы бы играли в другом месте. Выступление в Кёльне не совсем концерт. Скорее, квартирник. Несколько часов авторской музыки и мировых джазовых хитов в узком камерном кругу. Такая атмосфера, по мнению музыкантов, лучший способ завоевать любовь и признание публики. Одесса Рифульна, Александр Шиповал, Иван Косарев. Новости культуры. Кёльн. Биографическая драма «Нуреев, белый ворон» готовится к выходу на российские экраны. В преддверии премьеры с автором картины о знаменитом танцовщике, британским актёром и режиссёром Рейфом Файнсом, встретилась наш корреспондент Яна Мирой. Я знаю, что у вас много русских друзей и в Европе, и в нашей стране. А есть ли у вас общие знакомые с Рудольфом Нуреевым? Когда я начал работу над фильмом, я не знал никого, кто был бы лично знаком с Нуреевым. В процессе меня познакомили с двумя близнецами. Их зовут Леонид и Люба. Они есть в фильме. Вы ведь видели фильм? Есть момент, когда Нуреев приходит в гости в квартиру, там близнецы с компанией сидят за большим столом. В жизни Рудольф с ними очень подружился. Они много рассказали мне о Нурееве, о том времени, когда он ещё был студентом в Ленинграде. И моё общение с Леонидом и Любой очень помогло мне понять этого совсем юного ещё, очень скромного мальчика. Так часто боёпики проваливались в прокате. Считается, что всё дело в том, что гениальность невозможно представить на экране. Как вы решали эту задачу? Вот как показать в кино гения? Вообще в драме очень сложно изобразить гения. Ты лишь можешь предложить аудитории представить, каким же он был. И ведь мы не показываем Нуреева звезду. Наша история про мальчика на пути к его славе. Мы показываем становление личности. И Чулпан Хаматова, моя киножена, произносит в фильме очень важные слова. Для того, чтобы стать кем-то, тебе потребуется помощь и поддержка. Если ты хочешь чего-то добиться, тебе нужны люди. Ты не можешь обойтись без других. Нурееву действительно постоянно помогали. Но он об этом всё время забывал. Да, он был большим эгоистом. И фильм как раз раскрывает эту эгоистическую природу любого артиста. С одной стороны, фильм может быть воспринят как провокационный. Но на самом деле, это фильм об амбициях, о человеческой ранимости, о страстях. Одна из важнейших сцен в фильме снята в Эрмитаже. Насколько я знаю, после «Русского ковчега» музей решил не пускать съёмочные группы на свою территорию. Как вам удалось уговорить Михаила Борисовича Петровского? Вы сами с ним разговаривали? Я сказал, что снимаю фильм про Нуреева. И в сценарии есть эпизод, где он стоит перед картиной Рембрандта «Блудный сын». И это важнейший момент, который раскрывает отношения человека с искусством. Показывает, как произведение наполняет душу. Так что я спросил, может ли он позволить снять эту сцену. Очень серьёзно он ответил, что вообще-то съёмки запрещены. Но раз мы снимаем фильм про Нуреева, и нас интересует конкретная картина, а не Эрмитаж как фон, то можно сделать исключение. Спасибо большое. Спасибо. Полную версию интервью с Рейфом Файнсом смотрите в нашем вечернем выпуске. Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится самая дорогостоящая картина в мире, работа Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщила газета New York Times. Издание отмечает, что парижский Лувр тоже не может определить местонахождение картины, проданной в ноябре 2017 года за рекордные 450 миллионов долларов. Но он надеется найти шедевр в ближайшее время, чтобы экспонировать его на выставке, посвящённой 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Напомним, что картина «Спаситель мира» долгое время считалась утраченной. Лишь в 2011 году она впервые была показана на выставке в Лондоне. И после продажи частному коллекционеру она должна была выставляться в ноябре прошлого года в художественном музее Лувр Абу-Даби. Но эти планы были отменены без объяснений. Новости о пропаже шедевра да Винчи официальные лица также не комментируют. Фестиваль детского танца «Светлана» прошёл в Москве. В нынешнем пятом форуме приняли участие коллективы классического, современного и национального танца из разных регионов страны. Стиль! Стиль здесь, конечно, важен, но самое главное на фестивале – любовь к танцу. Сюда приезжают те, кто не может не танцевать. Побывав здесь хотя бы раз, мечтают вернуться снова. Я был на Светлане все пять лет, то есть это для меня тоже юбилей. Я был с самого начала до самого конца, и с каждого раза я счастлив здесь находиться. Одетые во всё чёрное, повзрослевшие и окрепшие первокурсники Академии Бориса Эйфмана готовятся к испанскому балу. Им доверен фрагмент из самого страстного балета театра Эйфмана – Дон Жуан. Большая ответственность – танцевать в нашем возрасте. Отрывок из балета Бориса Яковлевича. И, конечно же, мы хотим оправдать данную нам задачу, данную нам доверие. Потеряться за кулисами легко. Только участников концерта – 800 человек. Здесь представлено всё разнообразие танца. От балета и эстрады до народно-сценического. Привет из Осетии! Свой первый, хоть и маленький юбилей, фестиваль отмечают с размахом. Кажется, что здесь коллективы со всей страны. Мы – севастопольцы! На фестиваль ансамбль «Радость» привёз танцы, в которых история родного города. Для нас это огромная честь присутствовать на этом фестивале, тем более на юбилейном фестивале. Также мы познакомились с замечательной прима-балериной Светланой. В пятый раз мы с вами стоим на пороге открытий новых талантов. В пятый раз мы станем свидетелями того, как детские мечты становятся реальностью. Художественный руководитель фестиваля, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, целый год готовит программу. Лично отбирает всех участников, многих знает по именам. Главное для неё – показать, на что способны талантливые дети. Иногда у меня ком в горло, слёзы накатывались, потому что спокойно смотреть невозможно. Детский танец, он особенный, он имеет свой шар, он имеет свою энергию. Я очень люблю свой фестиваль, поэтому безумно рада, что нас так много людей поддерживает. Участники фестиваля Светлана взрослеют вместе с ним. Они не боятся камер и, несмотря на столь нежный возраст, чувствуют себя настоящими артистами. Елена Ворошилова, Андрей Тарасенко, Новости культуры. Архитектура как искусство, русская классика в японском исполнении и конкурс для молодых пианистов. Всё это уже сегодня. В Москве продолжается 10-й юбилейный международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В программе этого вечера – симфония номер 39 Моцарта и классическая симфония Прокофьева. На сцене японский оркестр Якогама Симфониета под управлением его создателя и бессменного руководителя Казуки Ямады. Выступление состоится в концертном зале «Зарядье». Юбилейная выставка заслуженного архитектора России Николая Шумакова откроется в Галерее искусств в Сурабо-Царителе. Экспозицию сопровождает каталог, в который вошло около 50 наиболее значимых архитектурных проектов и более 300 живописных работ. Треть из них будет впервые представлена в залах музейно-выставочного комплекса Российской Академии Художеств. В Доме музыки пройдет гала-концерт лауреатов третьего московского международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева. Окончание программы смотра по традиции приурочено ко дню рождения мастера. Владимир Крайнев был не только известным пианистом, но и выдающимся педагогом, воспитавшим целое поколение музыкантов современности. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok